Всем привет. Вы на канале политический новостник. Приятного просмотра. Поссорившись с Башаром Асадом, Путин захватывает новые территории и акватории. Вполне вероятно, что между Путиным и Асадом действительно пробежала черная кошка, к такому выводу приходят многие эксперты, в первую очередь западные и арабские аналитики. Масло в огонь подлил недавний эмоциональный пост в фейсбук секретаря народного совета. Парламента Сирии Халеда Алябуда с заявлением о том, что Кремль не может диктовать свою волю Дамаску. Так парламентарий отреагировал на публикации в арабских и турецких изданиях, где говорится, что Москва обдумывает планы по смещению сирийского президента. Российские СМИ также сообщали о недовольстве Кремля растущими масштабами коррупции в правительстве Сирии. Обратили внимание и на тот факт, что последний телефонный разговор между Путиным и Асадом, по официальным сообщениям, состоялся 20 марта. Хотя ранее два президента общались с завидной регулярностью. Тем не менее, еще 8 января до начала COVID-19 в России и Сирии, президент Путин тайно, то есть не запланированно, прилетел в Дамаск, где встречался с Асадом. Уже 23 марта в Сирию отправился министр обороны РФ Сергей Шойгу, который также общался ТЭД-АТЭД с сирийским президентом. Надо полагать, что нынешнее сообщение о том, что Россия планирует расширить свое военное присутствие в САР и увеличить количество военных баз в этой стране. Свидетельствует о том, что отношения Москвы и Тегерана на высшем уровне нисколько не ухудшились. Подтверждением этому может служить и нынешнее поручение Путина Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья в Средиземном море. Подобные заявления не рождаются на пустом месте, значит договорились заранее именно Асада в Кремле видит гарантом в поддержке своих военных планов. С точки зрения международно-правовых норм, российская группировка ВКС в Хмеймеме и база ВМФ в Тартусе находятся на законных основаниях. 26 августа 2015 года между Россией и Сирией было заключено соглашение о размещении авиационной группы ВСРФ на сирийской территории бессрочно, а аэродром Хмеймем передается российской стороне безвозмездно. В документе говорится, что присутствие российской авиации в Сирии не направлено против других государств. Уже в 2017 году Россия и Сирия подписали еще одно соглашение, согласно которому в Тартусе могут базироваться до 11 кораблей ВМФ РФ, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. Соглашение рассчитано на 49 лет и может автоматически продлиться еще на 25 лет. Так что нынешнее увеличение количества российских авиационных и военно-морских баз в Сирии вполне логично вписывается в общую концепцию военной помощи Москвы-Дамаску. Зачем России расширять свое военное присутствие в Сирии, когда по официальному заявлению президента Путина мы там победили еще в 2017 году? Причин на самом деле несколько и все они говорят о том, что подобные шаги с увеличением военных баз имеют свое оправдание. Возьмем морскую составляющую. База в Тартусе, которая существует там еще с советских времен, является материально-техническим пунктом, то есть предназначена для мелкого ремонта судов и пополнения топливом и продовольствием. Сейчас ее возможности значительно расширены и вполне вероятно, в обозримой перспективе этот российский объект на территории Сирии станет полноценной базой ВМФ РФ. Однако возможности для этого достаточно ограничены, порт Тартуса используется как сирийскими ВМС, так и гражданскими судами. Да и держать все яйца в одной корзине нецелесообразно, поэтому требуется новая акватория для размещения российских кораблей, возможно, что и не одна. С морского побережья Сирии есть возможность контролировать не только восточную часть, но и все Средиземное море, считает военно-морской эксперт-капитан первого ранга Анатолий Иванов. Группировка кораблей ВМФ присутствовала здесь всегда. При этом основные силы задействовались из состава Черноморского флота, базирующегося в Севастополе и Новороссийске, соответственно, им приходилось бегать туда-обратно для пополнения запасов. При этом всякий раз проходить через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, что не только отнимает время, но и дает возможность для контроля российских кораблей силами НАТО, если наша мощная группировка сможет находиться в Сирии на постоянной основе, то это значительно расширит ее потенциал и сэкономит средства на ее содержание. США располагают в Средиземном море не только кораблями своего шестого флота, но и разветвленной судоремонтной базой, учебными центрами ВМС, для России Средиземное море гораздо ближе не только в географическом плане, но и в геополитическом. Поэтому использовать возможность более плотно обосноваться в Сирии представляется разумной мерой. Есть еще один довод для расширения российского военного присутствия в Сирии. Это нефть, разработка, добыча и, естественно, охрана. Известно, что еще в декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении договоров с российскими компаниями трех блоков газовых и нефтяных месторождений. Их общая площадь составляет не менее 12 тысяч квадратных километров, а запасы газа, по оценкам сирийской стороны, составляют три четверти триллиона кубометров. Среди претендентов на сирийскую нефть находится и США, которые укрепляют позиции своих военных на границе Сирии с Турцией и Ираком, а также в районах нефтяных месторождений. Американцы вернулись здесь на 6 из 16 своих баз, которые покинули ранее, а также строят две новые военные базы на северо-востоке Сирии именно на территории, богатой нефтью. В таком противостоянии одних только сил наемников из группы Вагнера для защиты российских интересов будет явно недостаточно. Им потребуется как минимум поддержка с воздуха. Вот и еще одно обоснование расширения российских военных баз в Сирии. Сирия, не без участия России, стала в последнее время одним из ключевых игроков на ближневосточной политической арене. В силу своего географического положения, граничить с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере, Сирия представляется удобной площадкой для контролирования этих стран. Плюс морское побережье, с которого есть выход в Средиземное море. Выбор места для военного базирования практически идеальный. Чем и воспользовалась Россия, которую президент Сарасад официально пригласил для помощи в борьбе с террористическими группировками, а заодно, уже неофициально, для защиты интересов страны при явных посягательствах, в том числе территориальных, со стороны США и Турции. Для постсоветской России Сирия стала первой заграничной страной, за исключением стран, входящих в ОДКБ, где разместилась российская военная база. В начале 1990-х США, ломая всю доктрину российской, еще недавно советской армии, были нацелены на несколько ключевых позиций. Во-первых, заставить пустить под нож ядерный щит, включавший в себя ядерную триаду, ракетные войска стратегического назначения, атомный подводный флот и дальнюю стратегическую авиацию. Во-вторых, заставить считать, что служба в российской армии это как минимум позор и унижение. В-третьих, лишить потенциального союзничества с любыми странами в мире. И эти задачи Вашингтону на каком-то этапе удалось частично выполнить. Мы за американские деньги резали ракеты и подводные лодки, оставляли ржаветь на аэродромах уникальные самолеты. Всячески ругали и клеймили свою армию. Отпустили в НАТО практически всех бывших союзников по Варшавскому договору и отказались от заграничных баз. Американские генералы могли спокойно курить сигары, пить виски и класть ноги на стол со стратегическими картами в своих штабах. Третья мировая война завершилась, как казалось, в их пользу. Русский медведь, которого они так панически еще совсем недавно боялись, стоял на коленях и не заслуживал особого внимания. Ошибка. Ее американцы не заметили еще в Югославии, во время знаменитого рейда роты российских десантников на Приштину. Обделались, но не придали значения, мол, с кем не бывает. Но. А дальше ситуация незаметно для Пентагона вышла из-под контроля. И пока янки решали мировые проблемы в разных частях света, проводя свои операции, которые большей частью заканчивались жертвами среди мирного населения в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии, в России возродилась мощная и технически оснащенная армия. И президент Путин, возродив эту армию, все чаще стал искать ей применение за пределами страны, так сказать, на дальних подступах. В первую очередь речь зашла о возвращении во Вьетнам и на Кубу, место-то обжитые. Вьетнамская база Камрань так и вообще все последнее время используется как материально-техническая база российского Тихоокеанского флота, куда заходят для пополнения продовольствия российские подводные лодки. Здесь же на аэродроме, базируются российские воздушные топливозаправщики, обеспечивающие патрулирование стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Тихим океаном. А в бухте Камрань и российскими специалистами построен учебный центр для подготовки вьетнамских подводников, которых понятно кто готовит. В Кубинском Лурдесе, в южном пригороде Гаваны, советский центр радиоэлектронной разведки располагался с 1967 года. Основная версия его предназначения – прослушивание американских спутников связи, телекоммуникационных кабелей и НАСА. Но в период Карибского кризиса, этот центр выдавал координаты для целей советским ракетам, размещенным на Кубе, которые в случае необходимости могли поразить в считанные минуты все южные побережья США. Базу Лурдес заморозили в 2002 году. В угоду США, но ее техническое состояние поддерживалось российскими специалистами все эти годы. Хотя о конкретных договоренностях по ее поводу между Россией и Кубой так и ничего не было известно. Существовали планы и по военному освоению Африки. По крайней мере, президент Центральноафриканской республики. Цар Фастен Аркан Штойдера в октябре 2019 года на панафриканском саммите в Сочи предложил Путину свою территорию под военной базы. У РФ есть мандат ООН на военно-техническую помощь ЦАР и на обучение местных военнослужащих. Однако выбор Кремля остановился именно на Сирии. Тому есть ряд обоснований. Во Вьетнаме и так есть упомянутое российское военное присутствие. На Кубе, помимо РЛС, держать базу нецелесообразно, там российские АПЛ и так частые гости в Мексиканском заливе. Интересы в ЦАР также трудно назвать приоритетными. Но и главное оправдание – непомерные затраты на финансирование заграничных военных баз, позволить которые Россия, в отличие от США, не в состоянии. Спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев, ставим лайк и подписываемся на канал.